привет мой любитель кальянов и любитель покурить кальяны дома с вами до воды мы сегодня мы находимся в магазине hookah pro shop город алмата где самый большой выбор чашек на любой цвет и вкус и сегодня я тебе расскажу про основные принципы чашек форм-факторы какую чашку купить домой чтобы не ложануться и не выглядеть перед друзьями долбоебом и пока мы не начали я рекомендую тебе подписаться на мой канал подписаться на мой инстаграм и обязательно везде врубить уведомления потому что я стараюсь специально только для тебя форм-фактор это один из самых главных моментов в подборе чашки чтобы понять какая чашка тебе нужно для начала нужно понять какой форм-фактор ты выберешь и сегодня мы разберем несколько форм-факторов и поговорим о них вкратце давайте начнем с самого классического форм-фактора это турка это классическая пятидыра я чашечка со сферическим дном они бывают разные бывают разного цвета но всех их объединяет только одно это форум фактор это может быть чашка от япон и хуки это может быть чашка аддон бол это может быть апгрейд либо обычная старая классическая проверенная временем турочка второй форм-фактор это тоже классическая пятидыра я чаш но она уже идет с плоскодонным дном таких чашек тоже есть миллион от разных производителей разного цвета и конечно же и из разной глины довольно сложный форм-фактор как и во время курения так и во время работы с подобными чашками это фанело подобные чашки фанело подобные чашки делятся на три типа это олены у них идет конус типа мартини и так далее это гармошки и давно всеми забытый форм-фактор под названием вортекс а про вортекс я говорить уже ничего не буду потому что чашки не используются ни во время домашнего курения не конечно же в кальянных на них уже никто не забивает поэтому про нее мы просто не будем говорить а поговорим про олен и конечно же гармошечку также к этому форм-фактору можно спокойно отнести такие чашки как облака харвика и прочее 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 ну и наверное самый редкий форм-фактор он очень схожи с другими форм-фактор и но отличает его только одно минимальное количество табака минимальное количество времени в курении это ход шоты они бывают тоже разные они бывают похожие на другие чашки но их всех объединяет одно маленький объем табака внутри этой чашечки и есть последний форм-фактор я обычно его называют дичью это какие-то определенные формы которые заточены под определенное курение в данном случае роль у нас будет здесь выполнять чашка . от компании вербун с коллаборацией со славиком касатки нам она нужна для того чтобы курить в касание но они и мы поговорим чуть чуть позже а сейчас давайте мы начнем потихонечку разбирать каждый из форм-факторов какие табаки ему подходят лучше как проще на них курить какая температура им нужна и какой табак вообще лучше покупать домой и не мучить себе жопу погнали начнем примерно в той же последовательность что и мы рассказывали примерно про форм-факторы это классическая турец турецко подобная чашка я просто не знаю как правильно все это назвать что она и себя представляет она и себя представляет такие чашечки с которых очень и очень удобно курить в принципе абсолютно все если ты не желаешь какого-то супер особенного результата у тебя есть обычный табак покупай чашку данного форм-фактора ты хочешь покурить чего-то такое не самое взрачное что-то самое обычное максимально дешевое покупай эту чашку то есть это чашки я по-другому называю ленивый студент почему потому что здесь в принципе с ней никаких манипуляций сильных не надо ты просто берешь выкладываешь табак прогреваешь и просто куришь но конечно же каких-то определенных моментов каких-то супер ощущений либо то что ты хочешь поставить в приоритет а-ля типа крепость либо же конечно же ароматика на этих чашках не добиться здесь все идет максимально стабильно все примерно в равных порциях как по крепости как по дымности и так конечно же по ароматике если же ты хочешь чего-то супер супер крепкая чтобы чашка максимально выдавала тебе крепость максимально выдавала тебе именно дымности она была максимально практичные, то тебе стоит обратить внимание тоже на классическую чашку, но она уже идет с плоским дном. У нас такие чашки бывают таких брендов из самых популярных. Это Smoke Lab, это RF, это Art Bar и еще куча других производителей. Чем эти чашки отличаются от других чашек? Это том, что в них плоское дно. За счет плоского дна на них идет очень правильный прогрев от угля. И тут табак раскрывается максимально на 100%. Хочешь покурить крепкий танк, чтобы он был реально крепким, терпким, то плоскодонная пятидырая чашка. Хочешь покурить какой-то продукт из легкого, потому что у тебя ничего другого нет, но при этом чуть-чуть, чтобы он был покрепче и чуть-чуть тебя накуривал, плоскодонные чашечки. Также эти чашечки не обладают какими-то супер свойствами в плане их обслуживания и их забивки. Они тоже максимально простые. Как фанелоподобные, это алиены, либо гармошечки, тут уже немного посложнее, тут уже нужно конкретно понимать, что конкретно ты хочешь курить на этих чашках. На этих чашках я рекомендую курить то, от чего ты хочешь получать максимально вкуса и максимально именно ощущения от данного продукта. На этих чашках можно курить как легкие табаки, а я больше всего рекомендую забивать на фанелоподобных чашках такие табаки, как Берн, Дейли Хука и какие-то другие легкие продукты. Помимо этого, также рекомендую на этих чашечках, братишечка, забивать тебе танжик, потому что именно на этих чашках танжик раскрывается просто суперски, особенно если ты еще дружишь, конечно же, с фольгушечкой. В чем особенность и почему я рекомендую на этих чашках курить легкие и крепкие табаки? Объясню. Начнем с легких. Так как в легких табаках большей приоритетности обладает сироп, и именно в сиропе, в меласе содержится и дым, и вкус, и какая-то крепость, нежели чем в самом табачном листе, то тут нужно сироп беречь. И эти чашки, братишка, они не упустят этот сироп тебе в шахту, в отличие от других чашек, которые, конечно же, полностью могут выдрочить твой сироп и спустить его в твою колбу, и тогда твои денежки будут зря потрачены. Увы, но реальность такова. Ты здесь платишь не за табачный лист, ты платишь за сироп. Что касается крепких табаков, то они здесь залетают особо хорошо. Почему? Потому что на этих чашках ты не почувствуешь супер-супер тяжесть продукта. Ты не почувствуешь, когда тебе будут бить по горлу и кричать, что ты мудак, а ты, блядь, слабак. Здесь за счет циркуляции воздуха и прямоточной чашечки, то есть одна дырочка, одно отверстие, здесь крепкий табак прокуривается поэтапно, потому что курение идет вот так. То табак будет казаться крепким, но не тяжелым. И также, конечно же, крепкого табака сохранится вся аромка в виде сиропа, который ты будешь наслаждаться на протяжении всего курения. Ходшот. Первое понятие ходшота пришло к нам из Германии, а именно в чашках Кая. У них было много моделей ходшотов и никто никогда не понимал, для чего нужны эти чашки на тот момент, потому что тогда мы просто были все тупыми непонятными кальянщиками, которые нихрена не понимали. Они просто во все чашки ложили табак, и мы их прогревали. Даже куда? Мы даже их не грели, потому что мы не знали, что чашки нужно греть, что табак нужно греть. Мы просто сразу раскуривали пятером, семером, восьмером. И тут у нас в руках появляется Кая. Ходшот. Что это? Как тут курить? Тут же так мало табака. Как это забивать? Это же быстро скурится. Мы же не сможем восьмером покурить одну чашку. И только сейчас можно сказать, что ходшот – это идеальное спасение для тебя, когда ты куришь дома один. По определенным причинам. Первая причина – то, что тебе не нужно сюда закладывать 20 грамм табака и тратить просто продукт впустую. Когда ты покурил его 20 минут, и тебе нужно бежать, и ты понимаешь, блядь, чашку-то жалко, табака-то дохуя потратил. Что теперь делать? Тебе на помощь приходят ходшоты. Это маленькие чашки с минимальным количеством табака внутри. И, конечно же, они долго куриться не будут. Но за этот промежуток курения они просто покажут себя на 100%. Они тебе устроят такой вкусовой оргазм, что ты просто начнешь сходить с ума от всей этой крепости, которую эта чашка будет выдавать. Ну и последнее, что у нас есть из такого необычного не в плане формы, декоративной части, а именно техническая часть – это вот такая вот чашечка от компании «Вергн» совместно со Славиком Касаткиным. Называется «Точка». Так как мы все знаем, что Славик дико дрочит и, возможно, даже занимается всякими прелюдиями с Касатками, то эта чашечка специально была сделана для него. Если ты любишь так же, как Славик, забивать все в касании, то обязательно обрати внимание на эту чашечку. Почему? Потому что она идеально подходит для касания, но не для оверпака. Не путайте, ребят. За счет формы здесь идет большое количество прохождения кислорода, то есть обычного воздуха, и это не будет казаться тебе, что ты просто куришь какую-то адскую хуйню. Поэтому чашечка специально для тебя и сделана. Давайте разберемся, какой же табак все же курить дома и как правильно под него подобрать чашку. Возьмем легкие, возьмем средние и возьмем крепкие табаки, дабы не упоминать просто так какие-то бренды, чтобы не было потом заблуждения. Ты обычный куритель, куришь примерно 2-3 кальяна в неделю, покупаешь обычные дешевые табаки и, в принципе, просто кайфуешь от того, что ты умеешь забивать, не пытаешься перепрыгнуть вы же себя. В данном случае, как я и говорил, тебе подойдут более классические турецкие формы чашек. Сферическое дно с пятью дырками. Почему? Потому что максимально универсальное. Также в данном случае я, конечно же, порекомендую плоскодонные чашечки. Ну и, конечно же, если у тебя позволяет кармашек, то купить хорошую гармошку. Все эти чашки отлично подойдут под твою манеру курения. Если же ты любишь что-то среднее, у тебя уже позволяет скилл экспериментировать, миксовать, добиваться каких-то других моментов. Но тут я тебе порекомендую плоскодонные пятидырые чашечки, либо обратить внимание на форум «Фактор облака». Я не скажу, конечно, что это самая лучшая чашка, но на ней, в принципе, все курится довольно-таки хорошо, начиная от легких, заканчивая очень тяжелыми. Ну а если ты уже супер-профи, и ты не можешь жить без крепких кальянов, так, чтобы подгорал пукан, то поздравляю тебя. Ты на том уровне, когда я тебе могу порекомендовать как и хотшоты, так и гармошки, так и, конечно же, алиены. Тут же я тебя попрошу обратить больше не на российское производство, а, наверное, более забугорное. Это Америка хукаджона, это Бразилия или Португалия, либо Латинская Америка альпаки. А также немецкие КС-очки, потому что они сделаны очень качественно и идеально подходят под крепкие табачки. Если какие-то бренды чашек я не упомянул, либо не упомянул какой-то форум-фактор, либо чашка, которая у тебя есть дома, но ее здесь нет в выпуске, и ты думаешь, что эта чашка говно, это не так, то мой директ в Инстаграме для тебя всегда открыт. Не стесняйся, пиши свои грамотные вопросы по забивкам, по чашкам, и я тебе всегда объясню, что и как, и как правильно греть. Также подписывайся на мой канал, здесь ты всегда найдешь какие-то интересные выпуски, какие-то интересные события и, самое главное, обзоры на продукцию, дабы тебе не купить какой-то хуйни. Все очень просто, с вами был Дава Дым, подписывайся вот сюда и вот сюда. Это магазин Huka Pro Shop, город Алма-Ата. Если тебе нужны какие-то крутые чашки, то обязательно в этот магазин. Всем пока-пока.